Седьмой класс, 37 серия. Решение задач. Задача первая. Площадь квадрата на 4 квадратных метра меньше площади прямоугольника. Одна из сторон прямоугольника на 4 метра больше, а другая на 2 метра меньше стороны квадрата. Найдите периметр прямоугольника. Обозначим за х, это х метров, сторону квадрата. Площадь квадрата х в квадрате. Сторона прямоугольника. Одна на 4 больше, это х плюс 4, другая на 2 меньше, х минус 2. Площадь прямоугольника. И площадь прямоугольника больше, чем площадь квадрата на 4. Решая это уравнение, находим х. Х равен 6. Сторона квадрата 6 метров. А стороны прямоугольника 10 и 4. Периметр сумма длин всех сторон прямоугольника. Значит, периметр равен 28 метрам. Задача вторая. Лодка проплыла некоторое расстояние по озеру за 2 часа. Такое же расстояние плод проплывает по реке за 6 часов. Сколько времени затратит лодка на тот же путь против течения реки. Когда лодка плывет по озеру, она плывет с собственной скоростью. И за 1 час она проходит 1 вторую некоторого расстояния. Плод плывет со скоростью течения реки. За 1 час он проплывает 1 шестую часть этого расстояния. Когда лодка плывет против течения, река мешает движению. Скорость меньше, чем собственная скорость. Если из 1 второй вычесть 1 шестую, получится 1 третья часть. Это такую часть пути проплывет лодка за 1 час против течения реки. Итак, если за 1 час 1 треть пути, значит, весь путь за 3 часа. Ответ 3 часа. Задача третья. Как изменится объем прямоугольного параллелепипеда, если длину и ширину увеличить на 10%, а высоту уменьшить на 10%? Допустим, длина прямоугольного параллелепипеда А, ширина В, высота С. Объем такого прямоугольного параллелепипеда А на В на С. Длину увеличили на 10%, ширину увеличили на 10%, а высоту уменьшили на 10%. Объем второго прямоугольного параллелепипеда получился больше, чем объем первого. вот на такую величину. На 8,9% объем нового прямоугольного параллелепипеда больше. Задача четвертая. Расшифруйте запись. Одинаковые буквы, одинаковые цифры, разные буквы, разные цифры. Это двузначное число. Так, прежде всего, давайте найдем значение B. B плюс B, значение суммы оканчивается на 4. Значит, B либо 2, либо 7. 7 не подходит, потому что если B 7, А тоже 7. И значение разности не будет равно 6. Значит, 7 не подходит, подходит 2. B равно 2. Если B 2, тогда А 8. Давайте сделаем проверку. 82 плюс 2 будет 84. 8 минус 2 – 6. Итак, А – это 8, а B – 2. Задача пятая. На окружности отметили 18 точек. За ход можно соединить любые две отрезка, не пересекающим отрезков, проведенных ранее. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто и как выиграет при правильной игре. При правильной игре выиграет первый игрок. Первым ходом он должен соединить две точки отрезком так, так, чтобы с каждой стороны осталось одинаковое число точек. Всего точек 18. Две точки он соединяет отрезком. Значит, остается 16. 16 делим пополам. По 8 точек должно быть с каждой стороны. То есть 8 точек с одной стороны и 8 с другой. 4, 5, 6, 7, 8. Так, а затем первый игрок должен отвечать симметричным ходом на ход противника. Например, второй игрок делает вот такой ход. Вот он соединяет, например, вот эти точки отрезком. Значит, первый игрок делает симметричный ход, но только с другой стороны от первой хорды. Играя таким образом, он выиграет. То есть он делает все время симметричные ходы. И победа ему обеспечена. Итак, выиграет первый при правильной игре.